Друзья, всем здрасте! Каждый божий день в 18.00 по Москве мы выходим в эфир с умными, интересными людьми и главное на острее прогресса решаем те задачи, которые вроде бы каждый божий день нам нужны в бизнесе, в личной жизни для того, чтобы удовлетворить свои и потребности происходящие этой общей среды и мне очень приятно сегодня видеть Роман Швецов, я правильно вначале сказал, ты занимаешься тем, что помогаешь бизнесу в плане ассистентов. Я представляю, насколько это кропотливая работа, но мне очень приятно, я подслышал, что скорее всего это скоро будет именно с помощью искусственного интеллекта. Давай не будем слишком забегать вперед, дам тебе слово, Роман Швецов. Да, друзья, всем привет! Действительно, мы делаем сервис бизнес-ассистентов Delegator24 и сейчас эти ассистенты это живые люди, собственно говоря, со всеми вытекающими, да, то есть мы помогаем предпринимателям решать задачи как по бизнесу, так и личного характера с помощью команды ассистентов и специалистов различного профиля. Собственно говоря, делаем это достаточно успешно, но сталкиваемся регулярно с тем, что есть, ну я называю это человеческий фактор. И мы подумали, что надо человеку срочно начинать помогать, помогать с помощью современных технологий, ну и собственно говоря, сейчас тренд на искусственный интеллект. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать виртуального помощника, который частично разгрузит и усилит наших действующих ассистентов первым номером именно вот в первой линии коммуникации с клиентом, да, то есть когда клиент пишет и ему отвечают, вот эту вот коммуникацию мы хотим отдать на виртуальную машину, на робота. Нет никаких иллюзий, что полностью мы заменим роботом людей, по крайней мере в ближайшие 5-10 лет точно, но год за годом по мере обучения, по мере того, как виртуальный ассистент развивается, мы верим в то, что сначала 5, потом 10, может быть 15-20 процентов коммуникации будет происходить без живого человека. Что такое коммуникация? Наши клиенты пишут задачу, виртуальный ассистент их понимает, задает уточняющие вопросы, чтобы комплексы снять поручения, чтобы у нас есть чек-листы и, собственно говоря, когда задача принята, виртуальная машина ставит ее уже на исполнение в соответствующий департамент. Вот подробно об этом можно будет поговорить на той встрече, которую мы сейчас планируем. Хорошо. Слушай, знаешь, это очень похоже на то, как ставят PM-щики, да, Project Manager, задачи своим программистам. Без хорошего ТЗ получается непонятно, что ХЗ получится. В данном случае, вправду, насколько грамотнее ты поставишь задачу, настолько она, ну, точно или в правильном формате будет решена. Давай так. Я бы с удовольствием пригласил людей, которые, вот, например, у нас очень много людей, которые занимаются искусственным интеллектом, те люди, которые уже разработали такого интересного человеческого чат-бота, люди, которые уже с маркетплейсами и так далее. Скажи, пожалуйста, какие частые задачи вот у вас появляются, то есть какие частые задачи вы решаете в вашей компании? Я имею в виду в плане заказов, чтобы прям точно попасть сфокусированно в вашу аудиторию. Я подготовлюсь, я возьму что-то свеженькое, то есть то, что не защищено конфиденциальностью, да, и прям можно будет пройтись по точным формулировкам. Ну, в общем и целом, мы делаем упор сейчас на бизнес-задачи. Бизнес-задачи в направлениях маркетинг, продажи, HR, хорошо развивается бухгалтерия, юридические вопросы. Ну, то есть из разряда клиент пишет, мне тут что-то прислали, а мой юрист болеет или у него нет юриста, например. Просто изучите, дайте мне фидбэк, что там внутри, бояться, не бояться и что с этим делать. Все, значит, ассистент, если нужно, задает уточняющий вопрос и эту задачу отгружает юристам. Потом клиент пишет, ну, например, мне нужно срочно сделать там 100 картинок к понедельнику, потому что у меня там обновление сайта, например. Значит, задали уточняющие вопросы, отгрузили эту задачу дизайнерам и так далее. То есть мы стараемся делать одно окно, чтобы вот если вы пользуетесь услугой, вам нужно было искать разных других подрядчиков. То есть все в одном месте можно решить на хорошем уровне. Вот эту вот штуку, это сложно, это больно где-то даже, но мы верим в то, что мы это сможем, мы уже это воплощаем, но сможем это усилить. То есть нам осталось просто подкрутить некоторые гайки и усилить систему. Ну и, конечно, искусственный интеллект поможет уменьшить количество человека часов на обработку вот этих вот поручений, на обработку этих входящих в запросах. Я очень буду рад пообщаться с людьми, которые в этом что-то сделали, потому что мы как раз сейчас ищем тех людей, которые в этом разбираются, как в команду, так и, что называется, ну вот ментор, какой-то адвайзер в этом направлении. Нам очень нужны, потому что мы, к сожалению, именно в этой сфере у нас нет специалистов. Ну, видишь, в данном случае я думал, мы будем тебе очень сильно поможем. И полезны, и поможем. Маленький уточняющий вопрос. Связано ли вот это твое решение перехода на искусственный интеллект с тем, что бизнес, ну не то чтобы обновился, но очень сильно сейчас просел, и второй момент, все абсолютно ушли в автоматизацию, абсолютно ушли в онлайн, и в этом, ну как бы, открылась надобность. И такая уже есть понимание того, что, скорее всего, без программного обеспечения не получится. Я даже вам все мероприятия сюда перевел, во всяком случае, сюда в онлайн. Люди все перешли на удаленку, во всяком случае, очень многие, более 90% всех компаний, и кажется, что уже мы будем работать тут. Неужели вот все со всем этим связаны? Понятно, что нет денег особо много. Слушай, ну, безусловно, да, мы понимаем, что если сейчас мы упустим момент, то, скорее всего, мы его упустить можем навсегда, и через 5-10 лет в значительной степени работу у наших ассистентов отберут уже виртуальные машины. Мы просто хотим быть теми, кто, собственно говоря, будет в тренде. Еще раз повторюсь, что я не верю в то, что машины, я там, в обозримом будущем полностью заменят. Они могут заменить на простом функционале. То есть, если тебе нужно заказать цветы, это, я думаю, что легко, да. Но когда задача есть на подумать, когда задача поставлена нечетко, нужно задать уточняющие вопросы вообще, поприфовать клиента и так далее, тут, конечно, в определенный момент должен подключаться человек. Но, опять же, человек должен подключаться тогда, когда машина уже зашла в тупик, и она сама позвала человека, либо человек видит, что уже там диалог уходит не в ту степь и так далее. А так, вообще, мы пришли к этому из чисто бизнесовых целей. Нам нужно ускоряться. То есть, сейчас узкое горлышко – это люди. То есть, условно, на одного клиента сейчас нам нужно 0,4 сотрудника. Это много. Это в команде, это прямо много. Мы хотим этот показатель снижать, потому что масштабироваться быстро на людях невозможно. Но это вот прямо по нашу кейс. Мы уперлись, и мы сейчас не растем быстро, потому что люди. Да, то есть, заменяем их машинами, мы ускоряемся. И второе – это маржинальность. Да, там, условно, текущая маржинальность бизнеса, ну, в среднем 35%. Это тоже немного. IT-проекты, SaaS-сервисы, они высокомаржинальны. Там маржинальность может быть 60%, 70% и даже выше процентов. Мы хотим увеличивать за счет автоматизации маржу, чтобы на один входящий рубль не 35 копеек было маржи, а там постепенно 40%, 50%, 60% и так далее. То есть, у нас чисто бизнесовые практические цели, никаких вот этих рюшечек, никаких просто так фич. Хотя не без этого, да, то есть, искусственный интеллект – это круто, автоматизация – это круто, но нам это нужно вот именно для бизнеса, для его роста и для увеличения маржинальности. Спасибо огромное. Это очень приятно слышать. Это значит, что реальный бизнес, реальный сектор тоже потихонечку переходит в цифру виртуальную. И я такой, не побоюсь назвать, делегатор 24, будущий виртуальный помощник. Спасибо огромное, Роман. Скоро с тобой увидимся. Спасибо, друзья. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok